Автозаправка номер 58 «Роснефть» по адресу Анапское шоссе 2 находится, пожалуй, на самом оживленном слиянии проезжих частей улицы Парковой и трассы на Новороссийск, идущей через город. Близость двух рынков – Восточного и Ярмарки привоз – не мешает хозяевам ОАО «Роснефть» Кубань нефтепродукт содержать территорию в идеальной чистоте. Клумбы декоративных растений и роз являются украшением города и радуют глаз. Не отстает от коллег и автозаправка «Лукойл», расположенная рядом с «Роснефтью». Новое здание банкетного зала «Версаль» на Анапском шоссе уже привлекает внимание не только импозантным архитектурным решением, но и благоустроенным зеленым двориком. Чего не скажешь о следующих двух объектах. На трассе Новороссийск-Керчь в границе села Тарусино находится кафе «Золотая монета». Вдоль ограды – розы, перед входом площадка выложена плиткой, а вокруг трава по пояс не кошена, наверное, с весны. И тут же еще один объект на улице Шоссейной. Бывший магазин, переоборудованный новым хозяином под пекарню. Ни вывески, ни адреса на здании нет. Как мы не пытались достучаться, нам никто не открыл. А хотелось бы спросить о планах хозяина, когда и как он обиходит в близлежащую территорию, чтобы было приятно здесь остановиться, купить хлеб и передохнуть путешественникам. Следить за внешним видом торговых объектов – обязанность собственника. Бесхозяйственные будут отвечать перед межведомственной комиссией, где конкретно укажут им на недостатки, которые следует устранять. Еще один бич придорожного сервиса – несанкционированная торговля, любая в том числе с багажников автомобилей. В таких случаях последствия для продавца-реализатора – это составление протокола и наложение штрафа. Мониторинг идет ежедневно. В сельских округах – сотрудниками местных администраций, а на обочинах дорог – сотрудниками ГИБДД. Редактор субтитров А.Семкин